Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем живет Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В День рождения Южного города стартовало строительство сразу трех знаковых объектов. Первой поликлиники, еще одного детского сада и Ледового дворца. Кульминацией этажей стал фейерверк. Марина Кравцова побывала на празднике. Улыбки и праздничное настроение. Несколько сотен человек собрались на церемонии закладки памятной капсулы и начало строительства первой поликлиники в новом микрорайоне. Пока здесь есть лишь офис врачей общей практики. Да, летом. Очень рады будем открыть поликлиники. Ждали, когда будет закладка строительства. Мы в малоэтажках живем. Очень нравится малоэтажное строительство. Садик новый. Очень нам нравится. Нас дети туда ходят. Ждем еще открытия школы. Новая поликлиника будет рассчитана на 500 посещений в сутки. Здесь будут работать узкие специалисты, детское отделение, дневной стационар, все необходимые кабинеты для медицинских исследований и даже станция скорой помощи. Мы должны на будущий год, к концу года эту поликлинику сдать. И это уже будет работать на большой-большой микрорайон. И мы сделаем все, чтобы оно вот так же еще лучше, значит, застраивалось, застраивалось. Плотность выдерживать, чтобы было больше свободных пространств, больше разных площадок детских, спортивных разных и для детей, и для взрослых. Еще одна стройка стартовала в самой молодой, пятой очереди Южного города. Здесь первые дома планируют сдать к концу этого года по федеральной программе «Жилье для российской семьи». Параллельно началось возведение детского сада. Он станет третьим в микрорайоне. Предыдущий с бассейном сделан по самым современным технологиям. Здесь есть даже интерактивный пол, где дети могут играть в футбол. Еще один плюс для молодых родителей – доступность дошкольного образования прямо рядом с домом. Хочется от имени всех родителей высказать слова благодарности вам, как губернатору, всем строителям. И, конечно же, не останавливаться на достигнутом. А мы будем всегда рядом с вами и всегда вас поддержим. И уже в декабре этого года в микрорайоне откроется современная школа. По оснащению и уровню преподавания она должна стать одной из лучших в стране. В приоритетах и доступность спорта рядом с детским садом Лукоморья появится Ледовый дворец, как дополнение к уже существующему фокус-бассейнам. К кульминацией праздника в честь трехлетия Южного города стал концерт и карнавал на главной улице, которую зовут Арбатом. Участниками праздника стали тысячи жителей. По прогнозам, через 10-15 лет в Южном городе будет жить около трети миллиона человек. И этот район должен стать образцово-показательным, отметил губернатор. Я уверен, это будет показательным не только для нас, но и для всей страны. Это наиболее, может быть, удачный вариант застройки в стране новых микрорайонов, новых городов. И мы сделаем все, чтобы здесь было так же красиво, уютно, комфортно. Все вместе жители и глава региона дали отсчет яркому фейерверку, который взмыл в небо над южным городом. Марина Кравцова, Максим Гусев. События. Зима должна быть теплой. Такой прогноз погоды в доме дают коммунальщики. Сейчас они тщательно готовят к отопительному сезону котельные, теплотрассы, жилые дома. В этом году все службы демонстрируют высокую степень готовности к зиме и даже работают на опережение. Разрабатывается проект строительства новой котельной, который заработают уже в следующем году. Детали в репортаже Марина Матвейшиной. В следующем году в Куйбышевском районе построят новую котельную. Сейчас горячую воду и тепло жители района получают от котельной КНПЗ, которую планируют закрыть через два года. Взамен построят новую. Она будет и экологически безопасной и обеспечит благами цивилизации три сотни многоэтажек. В феврале будет готов проект уже с экспертизы. И будет начаться строительство этой котельной. Значит, губернаторам поставлена задача, чтобы в сезон 17-го года вошли уже с котельной снова. Существующие котельные, их в городе более ста, вовсю готовят к предстоящему отопительному сезону. Проводят испытания оборудования, реконструируют и ремонтируют. Котельная в поселке Управленческий сравнительно молодая. Ее построили в 2008 году. Она отапливает и снабжает горячей водой 29-ти этажек поселка. Котельная полностью автоматическая. Работает три котла. Когда у нас идет 0, минус 5, наверное, 2 или все 3? Два котла. Два котла. Один в резерве. Первый вице-мэр Владимир Василенко проверяет ход подготовительных работ. Полтора недели котельная не работала. Была закрыта на плановый ремонт. Сейчас горячая вода вернулась в дома. Но работа продолжается. Остальное уже по плану, по ПР, будет продолжаться при работающей котельной. Значит, остальные. Химводоподготовка, ремонт и котловое оборудование одна. Подготовка к следующему отопительному сезону началась сразу же, как только закончился предыдущий. К зиме готовят не только котельные, но и теплотрассы, и дома. В этом году запланирована перекладка более 15 километров сетей. Это на порядок больше, чем в прошлом году. Сейчас эти работы выполнены наполовину. С опережением графика идет подготовка к зиме жилого фонда. Высокий процент подготовки жилых домов составляет на сегодняшний день по территориям Кировского, Ленинского, Самарского, внутригородских районов, городского округа Самары. И самый низкий процент на сегодняшний день в Красноглинском районе. Но, тем не менее, все они на сегодняшний день районы в плановые показатели, просто некоторые районы идут сопережать. Степень подготовки к зиме в этом году по сравнению с предыдущим значительно возросла, отмечают специалисты. Кроме коммунальной сферы, в состоянии боеготовности начали приводить и службу благоустройства. Формируются бригады дворников, кровельщиков, а также приводят в порядок спецтехнику. Марина Матвеевшина, Константин Головин, Григорий Плешаков. События. На встрече главы города с жителями Красноглинского района прозвучало долгожданное решение о ремонте дорог в поселке Береза. Уже на следующее утро туда выдвинулась техника. В первую очередь в порядок привели основные дороги на двух улицах. Как долго ждали этого ремонта жители и какие перспективы дальнейшего благоустройства узнала наш корреспондент. Смесью щебня и битума заполняют все неровности на дорогах. Технология ремонта надежная и быстрая. Вырезать ямы нет необходимости. Достаточно продуть место разрушения воздухом, очистить от пыли и грязи. Когда влага из эмульсии испарится, состав затвердеет. Утром будет его и проезжающие автомобили. Затем лишний щебень сметут к краю дороги и уберут. Объем разрушений составляет порядка 160-180 квадратных метров. Данный объем будет выполнен ориентировочно за две рабочих смены. То есть сегодня сделаем максимальный объем. Пока меры экстренные. Решение о ремонте в Березе прозвучало на встрече главы Самары Олега Фурцева с жителями Красноглинского района. Технику перевели с другой точки. В поселке Береза это событие долгожданное. Капитального ремонта дорог здесь не было почти полвека с момента постройки поселка. Вот как построили дороги 70-е, 67-е, 70-е годы. И знаете, после этого капитального ремонта не было. А то, что вот сейчас делают, это прям очень мы благодарны. Я понимаю, что все сделать сразу, это невозможно. Мы надеемся, что вот это, как говорится, будет начало, а там, наверное... Заделывают самые загруженные дороги поселка 2-й и 4-й квартал. Эта автодорога ведет к многоэтажным домам. Их там порядка 8 многоэтажных домов. То есть большая часть населения поселка Береза проживает именно в этих домах. И такое решение о выделении дополнительного финансирования руководством города было принято. Поселок Береза хоть и отдаленный, но и здесь благоустройство будет продолжаться. А пока привели в порядок самые важные дороги. Прорабатывается вопрос о ремонте пешеходного тротуара, который идет через весь поселок. И есть ориентиры, куда стремиться. В этом году в другом населенном пункте Красноглинского района, в Прибрежном, полностью отремонтировали 5 километров дороги, идущие от трассы М-5. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События. Далее, коротко о других темах дня. В сети появилось видео падения грузовика на «Авроре», который снес столб и ограждение. ДТП зафиксировал видеорегистратор автомобиля, ехавшего в попутном направлении. Самосвал поворачивал с промышленности на южный мост. Из-за перегруза прокинулся на столб. При этом чудом никого не зацепил. Водителю грузовика тоже удалось избежать травм. В Самаре слесарь упал в канализационный колодец и погиб. Трагедия случилась в Зубчининовке в субботу 20 августа. Канализационный колодец, куда упал рабочий, находится на улице Самолетной, возле 70-го дома. Инцидент произошел в 7 часов вечера. Мужчина проводил осмотр водопроводных линий с холодной водой. В тот же день в Самаре на улице Некрасовской произошло еще одно ЧП. У женщины буквально ушла земля из-под ног, и она упала в яму с кипятком. Как сообщают представители предприятия тепловых сетей, размыв грунта под тротуарной плиткой произошел в результате порыва трубы с горячей водой. Место происшествия огорожено. Проводятся ремонтные работы. Женщины, провалившиеся в кипяток, выплатят материальную помощь. Жители Самарской области стали реже жениться и чаще разводиться. За первые 6 месяцев 2016 года в регионе брак заключили более 8 тысяч пар. Это на 13,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А вот количество разводов за год, по данным Самарстата, напротив, выросло чуть более чем на процент. В целом, за последние полгода на тысячу образовавшихся брачных пар пришлось 846 распавшихся. В Самаре шестой раз пройдет международный фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь». Местом проведения традиционно станет Струковский парк. Праздник пройдет с 27 по 28 августа. В этом году участниками фестиваля станут более 50 коллективов из Самары, Перми, Санкт-Петербурга, Архангельска, Чили, Австралии и Испании. На два дня в парке воссоздадут сказочную атмосферу. Фестивальная площадка станет настоящим городом в стиле стимпанк с множеством тематических площадок. Попасть на фестиваль и стать участником представлений может любой желающий. День авиации. Самарца отметили на аэродроме Бобровка. Здесь прошел шестой региональный фестиваль авиационных и военно-прикладных видов спорта. Организовал праздник ДСААФ. Как это было, увидел Сергей Кизоркин. День авиации Владимир Глухов вот уже 20 лет встречает на аэродроме Бобровка. Прыгает с парашютом. На его счету это уже 1503-й. Ногу Владимир потерял на производстве. Для себя решил парашютный спорт не бросать. Освоил самостоятельно технику приземления на одной ноге. Ведь рожденный парить в небе под куполом парашюта просто ходить по земле не может. Зачем отказываться от того, что нравится. Тем более, что в России сейчас очень много паруштистов, скажем так, которые совершаем. Вот рекорд в этом году сделали формацию 14 десятков с перестроением. То есть как бы и в мире это, скажем, не единичный случай, когда люди при определенных каких-то трудностях совершают прыжки с парашютом. На авиашоу в воздухе над аэродромом Бобровка работали самарские асы. Зрители увидели фигуры высшего пилотажа на кукурузнике, выступления парашютистов, имитацию воздушного боя на учебных самолетах Як-52. На земле прошли выставки современной малой авиации, ретроавтомобилей и техники времен Великой Отечественной войны, современного оружия российской армии. Посетители авиашоу могли пострелять из автоматов и сдать нормы ГТО. Молодежь сейчас стала более заинтересована, стали заниматься собой. Проблема у нас в чем заключается? У нас было 53 секции спортивные были. Но наше финансовое положение не позволяет нам это делать. Значит, в настоящий момент мы в два раза сократили число этих секций. Если у нас раньше занималось где-то в пределах тысячи человек на бесплатной основе детей, но сейчас уже занимается где-то порядка 700 человек. ДОСА в Самарской области, добровольное общество содействию армии, авиации и флоту, проводит мероприятие круглый год. Зимой состоялись соревнования по военно-прикладным видам спорта, готов к защите Отечества. Весной прошел автопробег. Более 200 экипажей проехали по дорогам губернии. Летом авиационный фестиваль. И везде активное участие принимают студенты самарских вузов. Мы много говорим о воспитании молодых людей, воспитании патриотов нашей страны. Вот ДОСАФ занимается этим, подготовкой специалистов для службы вооруженных сил. Срок службы – один год. Вот ДОСАФ как раз будет активно, я думаю, наращивать и впредь, чтобы молодые люди приходили со специальностью, подготовленные в службе. На авиационном празднике Самарский ДОСАФ получил от правительства области награду. Памятный знак губернатора Куйбышев – запасная столица. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События. Для праздника не всегда нужен повод. Жители Железнодорожного района Самары не только отдохнули и насладились концертом, но и получили важную информацию. Встреча в рамках проекта «На связи с губернатором» прошла в поселке Толевой. Ее посвятили теме «Материнство и детство». Какие вопросы волнуют родителей, узнавал Андрей Горгуленко. Концерт прямо во дворе поселка Толевой собрал зрителей всех возрастов. По-настоящему теплая и семейная атмосфера. Праздник в рамках проекта «На связи с губернатором» здесь проходит не впервые, но каждый раз встречается с жителями с радостью. Вижу, как жители все реагируют положительно на такие события. Я сама очень рада, что вот у нас такие происходят концерты. Праздник, который прямо у тебя во дворе. Все очень рады и счастливы. Очень много детей, видите, у нас здесь и маленьких, и больших. Организаторы праздника совместили приятное с полезным. Для родителей устроили встречу со специалистами разных социальных служб. Департаменты семьи и опеки, Центр семья. Консультанты рассказывали о государственной поддержке материнства, льготах и преимуществах. А также отвечали на вопросы. А таковых у жителей достаточно. В поселке есть и многодетные, и одинокие мамы. Проект актуален и важен. Именно в канун нового учебного года родители сейчас могут, не выезжая из поселка, получить квалифицированную консультацию. Люди порой не имеют возможности прийти в департамент или в министерство. А сегодня каждый в своем дворе, в микрорайоне, может со специалистом проконсультироваться. Проект на связи с губернатором работает с 2013 года. Тематическое направление семья – одно из приоритетных в этом году. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. А вот о чем мы вам расскажем в наших следующих выпусках. Сколько первоклашек сядет за партой, безопасны ли самарские школы до 1 сентября, осталось меньше 10 дней. Три часа ответов и вопросов. Мэр Самары встретился с жителями Красногринского района. Надули паруса. В Самаре прошла регата, посвященная памяти советского ученого и яхтсмена. Сегодня на нашем канале в 19.00 в рамках мультимедийного проекта «На связи с губернатором» в эфир выйдет прямая линия с Николаем Ивановичем Меркушкиным. Темой программы станет социальная политика региона и создание комфортных условий для жизни. Ну а наш выпуск на этом завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok